Но если вы не хотите, тогда сначала постреляем, а потом поговорим. Россия готова к диалогу. По моему мнению, к сожалению, европейцы полностью потеряли свой суверенитет и способность контактировать с Россией с того момента, как они начали повторять за Штатами, забрасывая санкциями Россию и в каком-то роде бойкотировать нашу страну. Поэтому среди политиков, что сегодня у власти, нет тех, кто будет говорить о будущем Европы. Это очевидно. У нас есть время, а вот у них очень мало времени. У них всех. Их мандаты краткосрочные, на малый временной период. Скоро будут другие. Возможно, с ними у нас получится поговорить. Мы-то готовы. Но смысла говорить с теми же украинцами просто нет. Они марионетки в руках Лондона и Вашингтона. Ими манипулируют, как хотят. И все переговоры, которые мы пытались инициировать в начале специальной военной операции, провалились. Когда Вашингтон говорил никаких переговоров. Вы должны победить на поле боя, как говорил господин Боррель. Что ж, тогда посмотрим. Посмотрим, что они смогут на поле боя. Со всей этой поддержкой НАТО, со всей этой поддержкой европейцев, со всем этим единением, с душем раз в неделю для всей Европы. Без газа, без нефти, с инфляцией в 12-15 процентов. Мы скоро увидим, что там украинцы выиграют. А когда мы начнем выигрывать, тогда и переговоры с Европой пойдут. Не раньше. Мы-то готовы. Но если вы не хотите, тогда сначала постреляем, а потом поговорим.